Всем салют, это Мия Бойко. Я извиняюсь за тот огромный беспорядок, который сзади меня находится. Мы собирались на мероприятие, поэтому там немножко моих вещей. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, что я давно ничего не снимала. Недавно я играла в Майнкрафт впервые в жизни вместе с крутыми стримерами, с Эквиэлем и Рекрентом. Это был потрясающий опыт, и я хочу пригласить вас окунуться вместе с нами в виртуальное пространство Атомвиль. Это технологичный и разнообразный мир, где каждый найдет себе занятие по душе. 14 декабря компания Атом запустила конкурс, где каждый из вас может принять участие в создании электромобиля будущего. Только представьте, главный приз это коллекционный NFT, который дает право на получение первого настоящего электромобиля компании Атом. В общем, я вам рекомендую как минимум ознакомиться с этой историей, посмотреть это видео, и это очень интересно. И я думаю, что если вы действительно заинтересуетесь, то кто-нибудь из вас сможет разработать дизайн для электромобиля и, возможно, выиграть этот самый электромобиль. До 23 января заходите на сервер и принимайте участие в создании российского электрокара будущего. Я объясню тебе маленький момент. Давай. Смотри, чтобы прям круто построить дизайн, здесь не просто так такая большая территория. Почему? Ну, видишь, вот ты сейчас жив в игре, да, правильно? Да. Вот, допустим, вот там, где ты ходишь, ты видишь внизу вот все из квадратов? Да. Вот этот квадрат, это один блок. То есть тебе нужно из вот таких довольно больших кубов построить, ну, допустим, какие-то прикольные формы. Ага. Для того, чтобы эти формы действительно были прикольными, тебе нужно сделать в большом масштабе эту машину. И это займет много времени. Типа много кубов класть друг на друга. Да, да, да. Ну, в общем, я сейчас покажу, допустим, на примере. Окей, я готов даже. Вот тут белка кар катается, нифига. А как мне тебя видеть? Так, ну что, я здесь, на острове. Вы где? О, все, ми где-то, ну, у меня пишется, что она где-то вроде здесь на табе. Сейчас. Передо мной, а там виль. О, вот вы, да? Да, бегает нам в АСД, если что. Она вроде шарик. Заквиел. Ты? Да, 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 да. Так, куда идем? Давай я, ты с бородой. Да, ну так я в жизни с бородой. А, охренеть. Так, я иду за тобой, бро. Я иду за тобой, бро. Нет, вообще не маска на скине, но... Бро, я за тобой прям иду. Это, мать, если что. Как выходим. А ты разгоняйся, на что там бегать-то? Я просто перебиндил. А, на контру, да, на контру. Ходи к нам. Мия сейчас узнает, что это за игра хотя бы. Вообще. Вот, чтоб ты понимала, почему опять же Minecraft прикольный. Ага, я здесь. Что ты внутри, внутри кубической игры, ты можешь сделать другие игры даже, например. Перед вами рычаг. На него нажимаете, правой кнопкой мыши. И все, игра начнется, отсчет падет. Вы прошли уровень, отлично. Я вообще не попадаю, слышите? Так, мне кажется, разобралась, как это делать потихонечку. Я чувствую, я на четвертом вылечу где-то, или на пятом. А, ты думаешь, ты думаешь, что прям на столько проиграем? Серьезно? О! Ну, ко мне уже близко. Вот между деревьев уже было. У меня второй уровень. Ого. Чисто. Четвертый уровень пошел. Слушай, ну ты это классно делаешь. Мне кажется, мне уже интересно стало разработать дизайн вот этого автомобиля самой, потому что у меня в голове есть, что бы я хотела воплотить в жизнь, но как это сделать, конечно, нужно поучиться. А те, кто уже умеют строить в Майнкрафт, они могут реализовать свои идеи. Ну, там люди строят, чтобы ты понимала, там бывают постройки миллионов блоков. Да, целые города. Тут целый город, считай. Ну да, кстати, вот то, что мы бегаем, это же люди построили тоже, опять же. Весь город. Ничего себе. Мит, админ не бойся, пожалуйста. Все пропало, меня разберут на шестеренке. Мне нужно срочно сделать как можно больше эко-джемов для крупного заказчика, а я совершенно ничего не успеваю. Помогите мне, пожалуйста, собирайте ингредиенты из поставок. Рецепты вы найдете на доске у меня за спиной. Иногда работники фермы будут добавлять новые рецепты в ящики, когда джемы будут готовы отдавать их мне, а я буду давать за каждые очки. Того, кто наберет больше очков, ждет награда. А, короче, смотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, сзади вас, сзади вас, вот, 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 сзади, здесь. Вот везде вокруг нас ящики такие светятся. Оранжевые, зеленые, синие и так далее. Правой кнопкой по ним, это вот открывается ящик, и оттуда можно забрать яблоки, ежевику и все остальное, короче, все подряд. И вот новый рецепт. А, уже новый рецепт, стоп. Мама. А как делать-то в итоге? Теперь, когда мы часть понасобирали, здесь есть вот маленькие джем-машины, вот эта. Такая штука. И что? На нее правой кнопкой мыши. И нужно выложить вот такой рецепт, как там нарисован. Так, что там? А мы все к одной джем-машине побежали, да? А можно на одной всем вместе прям крафтить, это не важно. Так, сюда. Сироп. Яблоки. Какой рецепт-то? Груши. Это что такое? Это сахар. Яблоки, груши, клубника. Груши, груши. А вот, как на табличке нарисовано, вот так выкладывается. Вот, да, как в центре нарисовано, видишь, вот так. То есть нужно выложить вот так. Поняла? Ты можешь, смотри, ты можешь вот с этой стороны подойти, как я, чтобы тебе видеть сразу, что выкладывать. Ребята, я, походу, мало еще и собрала всего. Да, есть такое. Поэтому ты просто можешь бегать еще с ящиками собирать. Просто все собирать, да? Да, и потом, когда скрафтите, то есть когда выложишь рецепт, получится джем. И этот джем надо подбежать и отдать вот этому фермеру. Ой, я тут, блин, меня тебя оградил, прости. Да, я хотел забрать, ты у меня забрал. Я прямо из-под носа все украл. Из-под носа. Прикиньте, сейчас вот, кто-то реально профессионально играет и все понимает быстро, а я как чайник. Я есть чайник, честно говоря. Но учитывая, что ты никогда не играл в игры, я думаю, что ничего страшного. Я в шоке, как еще сейчас мои фанаты от меня не откажутся за то, что я в Майнкрафт не умею играть. Ребят, зато я красивая. Да? Напишите, что я красивая, пожалуйста. А то я расстроена, что я в такую детскую простую игру играть не умею. В смысле? В смысле детская. Да, стоп, в смысле детская. Слышите, у вас тоже игра окончена? Да, игра окончена, да. Ну что, кто сколько собрал этих коктейлей? Ой, у меня 50 вроде было. Нет, как, чего, рецептов? Я 60, крен 50, и админ нас выиграл. Чего? Вы рецептов сделали? В смысле, вы 50 рецептов сделали? Не-не-не, там, джем это 20, рецепт это 10. То есть 2 джема и рецепт. Джемов вы сколько сделали? Три штуки, получается, да, и реклент 2. Я лохушка, походу. Я вообще ни одного не сделала. Но зато я много собрала. Зато ты насобирал, нормально. Смотри, что ты видишь перед собой? Я вот на старте, сейчас я прибегусь на старт, вот я на старте. Вот там чувак граффити рисует. Дорогу, помнишь дорогу, по которой машины ездят? Да, да, да. Вот зеленые, смотри, зеленые машины, сейчас 3 зеленых машины едут вперед. 3 зеленые машины едут вперед? Это слишком сложное объяснение. Нет, ну смотри, 3 зеленые машины сейчас от меня едут к тебе, и дальше машины от меня к тебе едут по дороге. Women. А, я вижу, возле паркура кофейня. О, вижу, тут огромные буквы написано. Тьфу, а как ты бегаешь так? В общем, я в кофейне тоже за вами схожу. И я не понимаю, как заказать кофе. Может, должны ладу? А, ну вот, смотри. Ё-моё, а я все деньги потратил. Смотри, си дерево, левая кнопка мышцы, бери кокосы, и отдай кокосы моему помощнику. А дерево какое? А вот смотри, выходишь на улицу, и вот здесь деревья. А то, что там, да? Капучино, эспрессо, латте. Ну, токены нужны, у меня нет токенов. У меня тоже. Ну, вообще, да. Вообще, да. Короче, я отрисую дерево. Нифига, звук. Да, да, вот. И помощнику, вот ему право кнопка мышцы, ты отдаешь. Так. Отдаю. Потряси, так. Отлично, теперь мы можем сделать больше кокоса и молока. У меня теперь вопрос, а чем кота покормить-то, блин? Как латте. Как латте. Латте? Коту надо было латте. Нет? Покорми коту. А-а-а. Угу. И отличить всех попугаев. Мия, пойдем тогда тебе... Я нашел попугая одного. О, серьезно? Он на паркуре, наверху. Так, Мия, ты смогла отдать ему все? 10 штучек. А как ему отдавать? А, правой кнопкой мыши, прям на него нажимай просто. А, да, вот отдаю. Так, 10 штучек отдавай. Ну, музыка начинает резко играть. Вроде заполнено, да. Может быть, там есть музыканты? Да, 10 из 10 я отдала ему. Все заполнилось 10 из 10? Да. Такой интересный факт. В Майнкрафте однажды, когда добавили попугаев, Сначала разработчики сделали, чтобы их можно было кормить печеньем. А печенье в Майнкрафте это такой, ну, печенька с шоколадной крошкой. Вот. И потом люди начали указывать на это разработчикам Майнкрафта, что, мол, погодите, стойте. Ну, дети, которые, допустим, будут играть в Майнкрафт, могут в реальной жизни пойти и покормить попугая печенькой. И попугай от этого может погибнуть. И разработчики прислушались и удалили эту механику. О, прикольно. Такая интересная история маленькая. Так, а куда мы идем? Мы можем... Блин, может, мы на острова лучше сгоняем еще? Давайте... На остров технологий, на остров городской перезагрузки, например. Мы были на острове творчества, на острове технологий мы еще не были. Мне очень интересно, что там есть и вообще показать тоже остальным, как туда попасть. Тем более, там целые две мини-игры. На остров куда ты хочешь? Остров технологий давайте. Все, давайте. Там как раз сбор деталей. Рек, потягивайся тоже. Все, я дусь, ребят. Я почти сделал паркур секунду. Чуть-чуть осталось. А ты под ускорением просто его делаешь теперь или как? Не, ну да, я его не выключил, но все равно сложно. Ты только от меня сильно не убегай. Короче, покинуть. О, до начала игры. Все, мы считаем в игре. Али, ура. Есть. Так, собирайте детали зарядной станции. Собирай детали зарядной станции. Поторопись, блоки под ногами исчезают. Не упади вниз, пока не собираешь все для крафта. А, здесь надо бегать, здесь надо перепрыгивать. Мать моя, я просто... Сзади их, там, где ты бежишь, сзади тебя блоки... Блоки исчезают. Я просто вниз куда-то падаю. А как прыгать? Нельзя останавливаться. А как прыгать? Здесь блоки под вами сразу проваливаются. Останавливаться нельзя. Мать моя, я просто упала. Пацаны, я где-то внизу на земле уже просто. Зима, я его. Как это играть, я не понимаю. Вообще невозможно. Просто по два мера проваливаются блоки, то есть вам нельзя тормозить, нужно именно постоянно бегать. А как детали? Детали для станции зарядной какой-то. Иначе этот ученый и ничего не построит. А, видимо, показаны эти детали. А вот вы бегаете желтым, такие частички подсвечиваются. Там появляются разные, вон, транзисторы, микросхемы и так далее. Ну что-то собрали уже? Я собрал много всего. Я вообще ничего не собрала. Вот, смотри, ты бегаешь, у тебя в самом низу тут валяются куча всяких предметиков, всякие релешки валяются. Да, у меня они валяются. А ты собрать их можешь? Нет, я не могу их взять. Я не знаю, как их взять. Значит, здесь все, проиграла уже. Да, закончилось, значит. И правая кнопка мыши. Да, игра окончена, сказали. Мы в хапы ходим, Али, куда? Что, куда идем? Да, погнали в хапы, погнали вот то, что Влад сказал, вот тот режим. Вот, я за тобой бегу, блогер. Ты тоже теперь. Да. Так, разноцветные овечки, погнали туда сначала. Да, давайте, я думаю, это должно быть весело. Стойте, подождите меня вместе. Ой, я влетел с двух ног уже. Да, просто когда мы влетаем, все, залетело. Так, что здесь надо делать? Я нажал на часы. А мы вместе? На часы, мне в руке часы, когда будет, правая кнопка мыши сразу нажимай. Нажал. Все, отлично, все, мы все вместе здесь. У нас пятеро. С нами тут еще, кстати, да, уже... Кто-то тусит, да? Люди. Так, до начала игры, а что делать? Пишут, это имбовая игра. Хорошо. О, спасибо, Сар. Так, так, так. Так, киберпост, что же делать? Что делать? Друзья, хорошо. О, мои микросхемы. Друзья, хорошо, что вы здесь, уже почти вечер. Помогите мне загнать всех овечек в нужные места по цветам. Я бы и сам легко управился. У меня отказала плата, отвечающая за передвижение. Да и вместе вам будет веселее. У каждого из вас есть свой цвет на моем поле. У амбары таких цветов. Загонять овечек своего цвета в нужный амбар. В целом понятно, да? Да. За каждое правильное вы получаете два очка, за неправильное я буду снимать по одному. Да. О, так. О, все, все, все. И в центр теперь бежим. И там овечки разных цветов. А, БКМ. А как ее-то загонять-то? Ее сам пытаюсь понять. А, блин. О, смотри, ты берешь посох, вот, и наводишь на овечку. И? И нажимаешь правой кнопкой мыши, и она к тебе притянется. Она быстрая. Еще кота покормить. Вот, чтобы кота догнать, потому что кот, тебе, во-первых, легче найти его будет, что ты будешь быстрее. Который стоит просто посреди площадь, и я его не могу покормить. Нет, это МПС, это, ну, его нельзя. Смотри, ты можешь нажать по нему, возьми рыбу в руки. Котири или пять нажми. Она у тебя на какой-то циклойке, да. О, взяла, взяла. Вот, вот, вот. И смотри, ты можешь попробовать, вот, допустим, этого кота. Ты подходишь к нему и нажимаешь правой кнопкой мыши. И тебе напишется, можно ли его покормить. Он за тебя. О, вот, смотри, вот, 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 вот. Как на него нажимать? Правой кнопкой мыши, да. Мать моя женщина, он убегает от меня, он вообще, ты, кто-то отжал у меня его, да? Да, сори, сори. Спасибо, пацаны, джентльмены. Да, все, его теперь нельзя покормить. Сейчас найдем еще. Ребята, вы все видели. Он видит меня, сразу убегает. Они в городе, международные. Ты же, блин, есть хочешь или нет? Еще раз для тюлени? Для телеги, для телеги. А, для телеги. Да. Блин, он убегает. Беги, пока им нажимаем. А куда нажимается? О, что такое? Есть? Чем? Рыбы, рыбы в руки? Рыбы, блин, что это? Целое сборище котов. Просто еще желт. Все! Четырех. Ест! Пять котов. Есть, покормила? Да! Кота сраного покормить не могу. Ой, одного нашел. В игре, блин. Они еще убегают, неблагодарные. Я голодная. Почему я вижу рыбу в игре и кормлю кота в игре, когда я сама голодная? Ой, я нашел стикер. Почему меня никто не покормил? Да? А где? Помоги ему найти. Ну, граффитчик нарисовал, видимо, это они. Да, да, да. Так. Да. Пацаны, а мы все еще кормим котов, да, бездомных? Не-не-не, бегите к паркуру. А я зачем рыбы накупила столько? О, вижу, вижу, погнали. Не так быстро, друг мой. Меня сейчас машина... Вот, видимо, да? Вот это? Да, там граффити. Но я не понимаю, как скачать-то? А вон, смотри, вот ссылочка в чате пишется в самой игре. Переходи в наш телеграм-канал и пользуйся стикерами. А-а-а. Понял, она в чат спамится, ты ее кликаешь? А можно прям нажать на нее, прям в чате нажми на нее, и можно скопировать там. А, понял. Чат, я ни в какие игры в жизни не играла, неужели не видно по мне? Угу. Ну, кстати, очень даже миленькие, прикольно. Что вы там смотрите без меня? А, смотри, походу, говорят, рядом с этим, с протосом рыбы за ООО какой-то есть. А, да, это я знаю где. Да, Эрек, вот. Вот, нашел. Уходим туда. Продавец золотоваров. А, золотоваров. Золотоваров. Смотрите, от этого граффити прекрасного мне ничего не нужно, да? Я на него посозерцала и ухожу к зоологу. Ну, ты когда на граффити нажимаешь, у тебя там в чатике пишется ссылка, где эти стикеры взять. Так, а мне их нужно брать? Обязательно мне это? Ну, ты можешь в чатик скинуть ссылку просто эту хотя бы. Я, наверное, попугаев после стрима пойду поищу. Потом отзвонюсь вам, дам знать, когда найду десятерых. Я накормила кота еще одного по пути, а этих я пока попугаев не нашла. Господа, напомним, что это сервер, еще раз, айпичник сервера play.atom.auto. Вот, вы можете сюда просто заходить, поиграть, повыполнять квестики, найти себе вон стикер-паки и так далее. Ну и, естественно, поучаствовать, самое интересное, самое главное, в разработке электрокара будущего. В разработке дизайна для электрокара. Электрокара, простите, дизайна, да, дизайна. Да, дизайна. И главный приз тому, кто самый крутой дизайн сможет построить, это NFT этого самого электрокара. Да, единственное, самое классное. Ну и просто, в принципе, если вдруг что-то крутое построите, вашу идею потом возьмут за основу, прикиньте, вы будете дизайнером настоящего электрокара. Круто же. И это дает вам возможность влиять на автомобилестроение будущего. Да, да. Вот, спасибо вам за пати, получается, за участие. Вот, мы побежали на это. Спасибо, что терпели меня здесь. С учетом того, что я впервые в жизни играю, ничего не понимаю, ребят.